друзья добрый день сегодня я решила сделать небольшой внеплановый урок перед тем как мы с вами приступим к вязанию целого платья и этот урок будет посвящен вопросу каким образом соединять вот такую пока разомкнутую кокетку в круговое вязание если мы с вами например вяжем платье вот покажу вам платье со спинки на если мы с вами вяжем например комбинезон то наступает момент когда мы с вами вязали 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 в разомкнутом виде и нам нужно соединить наше вязание в кольцо каким образом мы можем это сделать тут есть два варианта вариант номер один очень простой вот я например дошла до конца ряда и я вот так соединяю кромочки ввожу крючок в первую петельку делаю соединительный столбик делаю петли подъема поворачиваю кокетку почему поворачиваю потому что я же ее вязала поворотными рядами и вот на ней такой как бы полосатенький узорчик для того чтобы у меня и дальше сохранялся такой узор я ее поворачиваю и дальше просто начинаю вязать по кругу когда я дойду до конца ряда я нахожу петельку подъема вторую у меня две петельки подъема и просто в нее сделаю соединительный столбик поверну и буду вязать в обратном направлении это соединение в стык вот так она будет просто выглядеть то есть кромочки соединены будут между собой в стык есть еще соединение в нахлёст вот я вам сейчас покажу пример этого соединения как раз на комбинезончике хорошо видно что у меня полочки друг на друга находит и вот здесь вот вот они в нахлёст лежат или вот например на этом платье хорошо тоже видно да вот здесь вот вот он нахлёстик хорошо виде такое соединение может нам понадобиться как раз тогда когда у нас нахлёст лежат полочки или спинка например вот здесь чтобы прикрыть друг друга как же нам его с вами сделать делаем моего следующим образом вот предположим я вязала дошла до конца ряда нахлёст может быть на 2 петельки на 3 на 4 тут все зависит от того какой размер у вас одежды и насколько большой вам собственно нужен нахлёст здесь платье большое она на куклу где-то 42 46 сантиметров ростом поэтому я здесь делаю нахлёст аж на 4 петли здесь одежка маленькая поменьше здесь мне достаточно хватило на 2 петельки по моему сделать нахлёст что я делаю вот я беру свою кокетку допустим я буду делать чтобы вам было хорошо видно и понятно на 4 петли я отчитываю 1 2 3 4 4 петелька я вожу крючок в нее и именно в нее я делаю соединительный столбик соединительную петельку то есть я накладываю уже сейчас кромочки друг на друга так вот вот они видите друг на друга у меня наложенные лежат вот они теперь мне нужно сделать либо петельки подъема либо я люблю вот в этих случаях делать такую имитацию столбика что это такое то когда я делаю воздушную петельку поворачиваю потому что я буду вязать в обратную сторону в эту же самые две связанные петельки я вяжу столбик без накида и воздушную петлю вот это у меня будет аналогия воздушных петель подъем дальше смотрите у меня здесь они лежат друг на друге половинки я ввожу я вижу столбиками с накидом в следующую петлю и здесь тоже следующую петлю то есть я провязываю две петельки вместе вот это вторая у меня получается петля потом снова вяжу 2 петельки вместе и последние тоже 2 петельки вместе то есть у меня получилось вот посмотрите вот этот меня столбик подъема назовем его и 3 петли то есть всего 4 петельки я провязала внахлёст вот как это выглядит с другой стороны вот видите полочки лежат друг на друге здесь изнутри вот так вот это будет выглядеть мне нравится такой способ потому что он аккуратный и хорошо выглядит и дальше я уже продолжаю вязать по кругу по своему там основному рисунку который у меня был когда я дойду до конца я нахожу мы с вами здесь вязали я в данном случае вязала столбик без накида и воздушную петельку вот я найду эту воздушную петельку вот она у меня я сделаю соединительный столбик именно в нее потом аналогично я поворачиваю и начинаю вязать в обратную сторону таким образом мы легко и просто соединяем наше вязание в непрерывное кольцевидное вязание так что здесь нам нужно учесть первое это уровень на котором мы будем соединять естественно у вас вот это получившееся отверстие должно быть таким чтобы у вас кукла туда пролезала обычно мы надеваем кукольную одежду через ноги да то есть чтобы этого отверстия было достаточно чтобы беспрепятственно надеть на куклу одежду и второе если вы вяжете планируете делать с нахлёстом именно соединение кокетки то вам это нужно будет учитывать при первичном расчете петель вам на вот эти части у меня это спинка данном случае нужно будет обязательно добавлять петельки для того чтобы у вас в итоге кокетка спереди не получилось больше чем сзади иначе у вас изделие вот у меня здесь не было рассчитано изначально для вязания в нахлёст от видите получается что как бы но спинка немножко как бы морщить начинает когда я соединяю полочки половинки чтобы этого не было обязательно нужно добавлять изначально петельки сюда как это сделать вы можете посмотреть мои первые видео уроки там есть урок реглана квадратный на круглой кокетке там все рассказано по поводу распределения петель следующем уроке мы с вами уже свяжем целая платьица обобщим все наши полученные знания если у вас есть вопросы предложения замечания пожелания какие-то или что-то непонятно пожалуйста пишите мне в личку или оставляйте комментарии под этим видео всем рада пока пока